Перейдя границу, Сигизмунд отправил в Москву складную грамоту, а в Смоленск – универсал, в котором говорится, что по смерти последнего Рюриковича, царя Феодора, стали московскими государями люди не царского рода и не по Божию изволению, но собственную волею, насилием, хитростью и обманом, вследствие чего восстали брат на брата, приятель на приятеля, что многие из больших, меньших и средних людей московского государства и даже из самой Москвы, видя такую гибель, били челом ему Сигизмунду, чтобы он, как царь христианский и наиближайший родич московского государства, вспомнил свойства и братства с природными старинными государями московскими, жалился над гибнущим государством их. И вот он, Сигизмунд, сам идет с большим войском не для того, чтобы проливать кровь русскую, но чтобы оборонять русских людей, стараясь более всего о сохранении православной русской веры. Потому смольняне должны встретить его с хлебом и солью и тем положить всему делу доброе начало, в противном же случае войско королевское не пощадить никого. Смольняне отвечали королю, что у них обед положен в дому Пречистой Богородицы. За православную веру, за святые церкви, за царя и за царское крестное целование всем помереть, а литовскому королю его по нам отнюдь не поклониться. Посады были пожжены. Дети и дети служилых людей, бывших войске Скопина, перебрались из уезда в крепость. Но крестьяне в осаду не пошли и даточных людей не дали, потому что король обольстил их вольностью. Смольняне посылали челобитные в Москву с просьбой о помощи, но вместо помощи царь Василий мог присылать им только милостивые грамоты. Несмотря на то, осажденные решились защищаться отчаянно. И если вступали в переговоры с королем, то единственно для того, чтобы выиграть время. При этих переговорах смольняне прямо говорили посланным королевским, что они хвалят Сигизмунда за его доброе расположение, но опасаются его подданных, на которых положиться нельзя. Если бы король и обещал что-нибудь под клятвую, то поляки не сдержат его слова по примеру стоявших под Москвою, которые, уверяя, что сражаются за русских, сами забирают семейство их и разоряют волости. Таким образом, кроме враждебных пограничных отношений, издавна господствовавших между Литвой и смольнянами, последние не могли сдаться Сигизмунду вследствие слабости королевской власти в Польше, вследствие недостатка ручательства в том, что обязательства королем данные будут исполнены его подданными. Некоторые из смольнян объявили еще, что они не хотят терпеть от поляков того же, что терпели от них жители Москвы во время первого лжедимитрия, и потому решились умереть верными царю Василию и скорее собственными руками умертвят своих жен, чем согласятся видеть их в руках поляков. Трудно было полагаться и на обещание самого Сигизмунда, который, уверяя смольнян, что будет охранять их веру, в Польше объявил, что начал войну преимущественно для славы Божией, для распространения католической религии. Между причинами, побуждавшими смольнян к сопротивлению, можно положить еще и ту, что служилые люди смоленские были в войске Скопина, а семейства их сидели в осаде в Смоленске. Эти семейства, разумеется, всеми силами должны были противиться сдаче города Сигизмунду, ибо тогда они были бы разлучены своими. С другой стороны, присутствие смоленских служилых людей в стане Скопина одушевляло осажденных надеждою, что земляки их непременно явятся на помощь к ним, на выручку семейств своих. Наконец, указывают еще причину сопротивления именно со стороны богатейших купцов смоленских. Они дали в долг Шуйскому много денег. Если бы они сдались Сигизмунду, то эти деньги пропали бы. С самого начала осада пошла неудачно. Осажденные позволяли себе очень смелые вещи. Однажды шестеро смельчаков переехали из крепости в лодке через Днепр к шансам неприятельским. Среди белого дня схватили знамя и благополучно ушли с ним обратно за реку. 12 октября король велел своему войску идти на приступ. Разбивши ворота петардой, часть войска ворвалась была в город, но не получила подкрепления от своих и была вытеснена осажденными. Подкопы также не удавались, потому что осажденные имели при стенах в земле тайные подслухи. Не Смоленск, но Тушина испытала на себе весь вред от королевского похода. Когда здесь узнали об этом походе, то началось сильное волнение. Поляки кричали, что Сигизмунд пришел за тем, чтобы отнять у них заслуженные награды и воспользоваться выгодами, которые они приобрели своей кровью и трудами. Гетман Рожинский был первый против короля, потому что в Тушине он был полновластным хозяином, а войске королевским не мог иметь такого значения. Он собрал кола и, разумеется, легко уговорил товарищей своих не отказываться от цели уже столь близко и дать друг другу присягу ни с кем не входить в переговоры и не оставлять Дмитрия, но, посадив его на престол, требовать всем вместе награждения. Если же царь станет медлить, то захватить области Северскую и Рязанскую и кормиться доходами с них до тех пор, пока не получат полного вознаграждения. Все поляки охотно подписали конфедерационный акт и отправили королю под Смоленск послов Мархотского с товарищами с просьбою, чтобы он вышел из московского государства и не мешал их предприятию. Рожинский хотел уговорить и Сапегу конфедерации, для чего поехал сам к нему в стан под Троицкий монастырь, но Сапега не решился на меру, которая вела к открытой борьбе с королем. Между тем Скопин, соединившись опять с Делагарди, двинулся из Калязина на Александровскую Слободу, откуда передовой отряд его под начальством Валуева из Сомме вытеснил поляков. Скопин остановился в Слободе, дожидаясь Шереметьева и новых подкреплений из Швеции. Он медлил, а Москва опять терпела голод. Покупали четверть по семи рублей, и народ волновался. Кричали, что лгут, будто придет скоро князь Михаил Васильевич. Приходили в Кремль миром к царю Василью, шумели и начинали мыслить опять к Тушинскому вору. В это мятежное время вдруг пришла станица от Скопина с письмом к царю. Царь послал письмо к патриарху. И настала в Москве радость, звонили в колокола, начали петь молебны. Но радовались недолго, потому что голод все усиливался. Крестьянин Сальков с толпой русских воров перехватил Коломенскую дорогу, по которой шли в Москву запасы из земли Рязанской, свободной от Тушинцев. Царь выслал против него одного воеводу, но Сальков разбил его. Выслал другого. Тот ничего не сделал разбойникам. Наконец вышел третий воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский и разбил Салькова на голову на Владимирской дороге, на речке Пехорки. На четвертый день после битвы Сальков явился в Москву с повинную. У него изо всей шайки осталось только тридцать человек. В самой Москве казаки завели измену. Атаман Гороховой, которому пришла очередь стоять в Красном селе, снесся с тушинцами и сдал им Красное село. Тушинцы выжгли его. Мало этого. Подведенные также изменниками, они подкрались ночью к деревянному городу и зажгли его. Москвичи отбили их и затушили пожар. Выгорело Сажен-40. Скопин все стоял в Александровской слободе. Сапега пошел туда из-под Троицкого монастыря. Разбил высланный против него скопиным отряд, но не мог осилить самого Скопина и после жаркого боя с ним возвратился опять под Троицу. После этого он уговаривал Рожинского действовать вместе против Скопина, но тот, раздосадованный отказом Сапеге приступить к конфедерации, отказался помогать ему и уехал в Тушино, которому король скоро нанес последний удар. В то время как тушинские поляки отправили послов к Сигизмунду под Смоленск, король отправил своих послов в Тушино, пана Станислава Стадницкого с товарищами. Они должны были внушать полякам, что им гораздо приличнее служить природному своему государю, чем иноземному искателю приключений, и что они прежде всего должны заботиться о выгодах Польши и Литвы. Король обещал им вознаграждение из казны московской в том случае, когда Соединенными Силами Москва будет покорена, притом обещал, что они будут получать жалования с того времени, как соединятся с полками его. Начальным людям сулил богатые награды не только в московском государстве, но и в Польше. Что же касается до русских тушинцев, то Сигизмунд уполномочил послов обещать им сохранение веры, обычаев, законов, имущества и богатые награды, если они предадутся ему. С другой стороны, послы должны были войти в сношение самим шуйским и начальными людьми в Москве, передать им грамоты королевские. Грамота к шуйскому 12 ноября 1609 года по новому стилю начинается упреком за дурной поступок с послами польскими при восстании на самозванца, потом король продолжает. «Ты заключил перемирие с этими послами нашими, вымогая из них силою, по своей воле дела трудные, чтобы мы свели своих людей, которые против воли нашей в землю московскую вошли с человеком-москвичом, называющимся Дмитрием Ивановичем. Ты велел нашим послам целовать на этом крест, но мы этого условия не приняли, и ты к нам послов своих за подтверждением перемирия не прислал и сам разными способами его нарушил. Людей наших в Москве задержанных и в заточении разосланных ты до 28 сентября 1608 года на рубеже не поставил, как было договорено, иных до сих пор задержал, а некоторых после перемирия велел побить. За невинно побитых людей наших и за разграбление имущества их удовлетворения не сделал. Сверх того, с неприятелем нашим Карлом Зюдерманланским ссылался, казною ему против нас помогал. Мы, однако, хотим московское государство успокоить и для того отправляем к людям нашим, которые стоят под Москвою таборами, послов наших великих, пана Станислава Стадницкого с товарищами, и тебе об этом объявляем, чтобы ты, бояром своим думным, велел с нашими послами съехаться на безопасном месте под Москвою и о добрых делах договор постановить для унятия этой войны в московском государстве. Грамоты к патриарху и всему духовенству заключали в себе следующее. Так как в государстве московском с давнего времени идет большая смута и разлитие крови христианской, то мы, жалившись, пришли сами свою голову и не для того, чтобы желали большей смуты и пролития крови христианской в вашем государстве, но для того, чтобы это великое государство успокоилось. Если захотите нашу королевскую ласку с благодарностью принять и быть под нашу рукою, то уверяем вас нашим господарским истинным словом, что веру вашу православную, правдивую, греческую, все уставы церковные, все обычаи старинные, целые ненарушимо будем держать. Не только оставим при вас старые отчины и пожалования, но сверх того, всякую честью, вольностью и многим жалованием вас, церкви Божией и монастыри одаривать будем. Грамота к боярам и всем людям московским была точно такого же содержания. Послы, отправленные из Тушино к королю и королевские, отправленные в Тушино, встретились в Дорогобуже. Послы королевские допытывались у Тушинских, зачем они едут к Смоленску, но те не сказали им ничего. Приехав под Смоленск, тушинские послы правили посольство сперва пред королем, потом пред рыцарством. Речь, произнесенная пред королем при почтительных формах, была самого непочтительного содержания. Тушинцы объявили, что король не имеет никакого права вступаться в московское государство и лишать их награды, которую они приобрели у царя Дмитрия своими трудами и кровью. Получив от короля суровый ответ, тушинские послы отправились немедленно из-под Смоленска и приехали в Тушино прежде комиссаров королевских. Выслушавши их донесения, Рожинский с товарищами начали советоваться, принимать ли королевских комиссаров или нет, потому что прежде они уговорились стоять при Дмитрии и не входить ни с кем в переговоры, если бы кто захотел вести их с ними, а не с царем. Рожинский, Зборовский и многие другие начальные люди утверждали, что должно оставаться при первом решении. Но войско не соглашалось. В таборах пронесся слух, что у короля много денег и может он заплатить жалование войску, если оно, отступившее от Дмитрия, перейдет на его сторону. В это время явился посланный от Сапеги от всего войска, бывшего под Троицким монастырем, и потребовал, чтобы тушинцы непременно вступили в переговоры с королевскими комиссарами, в противном случае Сапега сейчас же перейдет на службу королевскую. Тогда Рожинский должен был допустить комиссаров. Начались переговоры, сопровождавшиеся сильными волнениями. Что же делал во все это время самозванец? Его время прошло, на него не обращали никакого внимания. Мало того, вожди тушинских поляков срывали на нем свое сердце с тех пор, как вступление короля в московские пределы поставило их в затруднительное положение. Так пан Тишкевич ругал его в глаза, называя его обманщиком, мошенником. Лжедимитрий хотел уехать из стана своими русскими приверженцами, которым неприятно было такое обращение поляков с их царем прирожденным. Несмотря на то, что все лошади его были заперты поляками, царику удалось было выйти из стана с четырьмя стами донских казаков, но Рожинский догнал его и привел назад в Тушино, где он был с того времени под строгим надзором. Когда 27 декабря Лжедимитрий спросил у Рожинского, о чем идут у них переговоры с королевскими комиссарами, то Гетман, бывший в нетрезвом виде, отвечал ему. «А тебе что за дело? Зачем комиссары приехали ко мне? Черт знает, кто ты таков. Довольно мы пролили за тебя крови, а польза не видим». Пьяный Рожинский грозил ему даже побоями. Тогда Лжедимитрий решился во что бы то ни стало бежать из Тушино и в тот же день вечером, переодевшись в крестьянское платье, сел в навозные сани и уехал в Калугу сам друг с шутом своим Кошелевым. После отъезда самозванца Рожинскому с товарищами ничего больше не оставалось, как вступить в соглашение с королем, умерив свои сначала безрассудные требования. Но в Тушине было много русских, что им было теперь делать? Двинуться за самозванцем они не могли, поляки бы их не пустили, да и трудно им было надеяться, что самозванец успеет поправить свои обстоятельства. Они не могли решиться просить у Шуйского променять положение важное, на участь еще неизвестную даже и в случае помилования. Шуйский не мог смотреть на них так снисходительно, как смотрел он на тех отъездчиков из Тушина, которые оставляли самозванца во всем его могуществе. Теперь они не по доброй воле оставляли самозванца, а были им самим оставлены. Русским тушинцам, как и польским, оставался один выход – вступить в соглашение с комиссарами королевскими. Последние просили их собраться в кола. Собрались. Нареченный патриарх Филарет с духовенством, Зарудский с людьми ратными, Салтыков с людьми думными и придворными, пришел и хан Касимовский с своими татарами. Стадницкий говорил речь, доказывал добрые намерения короля относительно московского государства. Говорил о готовности Сигизмунда принять его в свою защиту для освобождения от тиранов бесправных. Речь была неопределенная, и совесть многих могла быть покойна. Охотно слушали речь посла и грамоту королевскую, целовали Сигизмундову подпись, хвалили речь посполитую за скорую помощь. Но, принимая покровительство короля, русские требовали прежде всего неприкосновенности православной веры греческого закона, и комиссары поручились им в этом. Написали ответную грамоту королев, в которой ясно высказывается нерешительность и желание продлить время, дождаться, что произойдет в Москве и областях ей верных.